Всем привет! Сегодня у нас рецепт рыбного супа или ухи. Готовить будем из красной рыбки, а точнее из семги. Уха получается быстрая, вкусная, ароматная, а главное очень бюджетная. Приступим? Итак, для нашего супа или ухи нам понадобится репчатый лук, у меня четверть головки, потому что она была очень крупная, одна морковь, две средних картофелины, лавровый лист, соль, перчик и непосредственно рыба. О ней я сейчас расскажу чуть подробнее. Купали большую рыбину семги и муж разделал ее на филе и кости. У нас осталось такой суповой набор. Это голова, здесь довольно много мяса, хребты, тоже мясные, хвостик с мясом и плавнички. Они для навара, они такие довольно жирненькие и вкусненькие. Сейчас мы рыбку будем забрасывать в кастрюльку и добавлять специи. Чтобы мясо рыбье у нас не переварилось в труху, во-первых, я разделала рыбью голову, а я разрезала ее пополам. Сейчас отпускаю ее в кастрюльку, такая она мясистая. А сейчас посолю, добавим соль, наш будущий бульончик, перчик и лавровый лист. А вот эти вот тоненькие, скажем так, кусочки хребта я буду варить в последнюю очередь, когда голова уже будет почти готова, чтобы мясо не разварилось в труху. Забыла, важная поправочка. Жабры мы, конечно же, удаляем из головы. Пока голова у нас отваривается в будущем бульоне, самое время нарезать овощи. Первый я буду резать картофель. Буду резать на небольшие кубики. Сейчас я вам покажу. Разрезаю пополам и на 4 части. Где-то вот такие кубики, наверное, полсантиметра на полсантиметра у меня получаются. Также я буду резать всю оставшуюся картошку. Весь картофель мы нарезали. И как только мы закончили с нарезкой картофеля, я отправляю его сразу же к голове в бульон. Далее займемся другими овощами. Картофель у нас благополучно отправился в кастрюльку. И сейчас мы будем с вами нарезать лучок. У меня вот такая четвертинка. Лук я режу довольно мелко. Я разрезаю вот так пластинами. Дальше я крошу вот такие полосочки. И режу непосредственно кубиками. Так и поступаю со всем лучком. Достаточно мелко я покрошила лучок. Он будет ждать своей очереди, а пока займемся морковочкой. Отрезаем прекрасный морковь и хвост. И также режем тоненькими брусочками. Далее брусочки я режу на пластинки. Точнее на брусочки наши полосочки. И также мелким кубиком я режу морковь. Вы можете нарезать овощи по своему желанию. Зажарку в такой суп я не делаю. Для меня это очень легкий, но в то же время довольно жирный за счет семги вариант. И добавлять туда лишний жир и масло я не хочу. Поэтому вы можете натереть на терке, перемолоть в блендере, как ваше душе угодно. И да, наверняка кто-то скажет, а вот если нет возможности покупать здоровую рыбину большую, да, и оставлять какие-то ее части на уху. В моем городе в супермаркетах типа магнита или карусель продается суповой набор такого же вида. Там в основном либо брюшки и головы, либо хвостики и головы. Стоит он порядка 300 рублей. То есть на одну порцию ухи можно купить такой набор. Он выйдет вам на рублей 180 и приготовит такую же вкусную, ароматную и полезную уху. После того, как я убрала всю пенку, я забрасываю туда овощи, морковь, лук и оставляю провариться. Далее за морковкой и луком я отправляю наши кости. Когда кости отварятся, я достану полностью всю рыбу из супа и оставлю вариться овощи в бульоне дальше. Вот такая прекрасная тарелка с отварной рыбкой у нас получилась. Получается довольно много мяса. Здесь два кусочка головы спрятались за плавничками, тоже довольно мясистые. Здесь у нас все, что осталось с ребрышек. Вот такое мясо. Сейчас я все это отделю от кости, переложу в отдельную тарелочку и покажу, чем мы займемся дальше. Вот такая аппетитная тарелочка с рыбьим мясом у нас получилась. Здесь у меня две головы с мясом, которые я порезала, точнее одна голова, которую я разрезала. Вот такие вот кусочки. Здесь полностью мясо и само мясо от филе. Точнее с хребтов. Сейчас мы это все отправим в наш суп. Овощи, пока я разбирала, мясо уже сварились и будем сервировать. Вот такой ароматный, красивый суп у нас получился. Довольно много мяса. Картошечка, овощи. Суп довольно легкий, но в то же время очень сытный за счет того, что у нас здесь жирная рыбка красная. Очень полезный в плане витаминов суп, омега-3, жирные кислоты. Всем очень советую приготовить. Готовится действительно быстро, просто, а главное невероятно вкусно.